А жену зачем привезли? У меня три сотни бойцов. Общая казарма, общая баня. На этих кадрах легендарного фильма «Офицеры» пока новоприбывшего подчиненного отчитывает командир, за его спиной словно невзначай проходит любопытствующий переводчик из местных. Вскоре выяснится, он на самом деле лазурчик, задумавший ликвидировать офицеров, заманив их в ловушку. Десятилетия спустя, после того, как борьба с басмачеством в Средней Азии завершилась, советским зрителям восточное коварство представлялось чем-то из области преданий. И наши парни, попавшие в Афганистан в 80-х, чаще всего оказывались не готовы к столкновению с местными нравами. Возможно, ярче всего это проявилось в Кандагаре. Именно в этом регионе, еще в конце 70-х, зародилось движение «Талибан». Захватить здесь власть радикальным исламистам много лет не давали советские войска. И первым, кто сумел поставить заслон маджахедам, стал Михаил Шатин. Весной 1980 года он был назначен командиром 70-й мотострелковой бригады. И за два года службы в самой сложной провинции Афганистана сумел превратить Кандагар в неприступную крепость. Когда 13 марта 1980 года Михаил Шатин подлетал к Кандагару, до самой посадки не мог оторваться от иллюминатора. Он ожидал увидеть выжженную пустыню, а оказался словно в раю. Весна, повсюду цвели тюльпаны, и оттого казалось, здесь просто не может быть никакой опасности. Но едва комбриг ступил на землю, ему доложили. И ночью у ворот гарнизона был убит часовой. Заснул, и ему отрезали голову. Подобраться скрытно было невозможно. Значит, подошел знакомый и напал. Местные мулы внушали обмануть кафира, то есть неверного. Это доблесть, а не срам. А потому немало афганцев набивались в приятелей к простодушным советским парням. Что ж, решил Шатин, с волками жить по волчьи выть. Ему удалось превзойти в хитрости и уничтожить главаря талибов, которого боялись и вожди племен, и афганские власти. И надолго обеспечить мир в Кандагаре. Эта сцена из фильма «За все заплачено» режиссера Алексея Салтыкова буквально повторяет события сентября 1981 года на перевале Мурчай, когда батальон 70-й бригады Михаила Шатина попал в засаду. Мы нарвались на ожесточеннейшее сопротивление. Вся дорога была заминирована. Часто дороги протяженностью, наверное, метров 300 был заминирован. Это было сущее пекло просто-напросто. Колонна, которую сопровождал комсвода Черножоков, должна была доставить продукты, лекарства и топливо частям афганской армии, блокированным в соседней Кандагаром провинции Урузган. Преодолеть незаметно 300 километров 200 грузовиков не могли. По пути душманы постоянно обстреливали колонну. Но настоящая ловушка ждала ее на крутом горном серпантине. Там были довольно-таки значительные силы накоплены. Мы на пролом, естественно, не полезли, остановились. Олесь, держи! Ай, можно, прикрой! Давай, давай! Мы не смогли пробиться, не могли даже подавить их огневые точки, потому что огневые точки были настолько хорошо замаскированы и укрыты за огромнейшими валунами или же массивы скалы, где пробита была только небольшая амбразура, с которой ввелся огонь панам. Очень сложно было вычислить, а тем более поразить такую цель. Отденышки! Давай! Давай, пасок, петро, работай! Батальон спешился и вслепую начал штурмовать ближайшие высоты, чтобы не дать душманам обойти себя. Но кольцо сужалось. В какой-то момент стала казаться колонна обречена. Но тут на связь вышел командир бригады. Оказалось, он лично ведет помощь. Шатина вся связь была всегда. Бригаде повезло, что именно на вот этот тяжелый период формирования части, слаживания боевого, первой операции, что именно Шатин командовал этой бригадой. 907-й, я 506-й, держи в бригаде. И в этот самый разгар боя прилетел Шатин. На одном из вертолетов, который обеспечивал нам авиационную поддержку, прикрытие, он прилетел, высадился и остался с нами. Под плотным огнем, рискуя жизнью, командир бригады высадился и остался со своими бойцами на передовой, словно показывая. Он верит, что удастся выбраться из этого пекла. Это воодушевляло. В тот день колонна не двинулась дальше. Чтобы обмануть врага, Шатин пошел на хитрость. Он мог идти на неординарные решения, на неординарные действия, принимать подобные решения. У него была вот такая, как раньше говорили, вот мужицкая хитрость, да, такая вот. Она может быть простая, но она действенная. Михаил Шатин родился в Иркутской области на станции Бадайбо. В советское время здесь добывали золото, преимущественно заключенные. Родители Михаила были рабочими на чугунно-литейном заводе. Детство в суровом краю среди уголовников закалило характер Шатина. Будучи ростом ниже своих сверстников, он неизменно оказывался побежденным в уличных драках, пока не записался в секцию бокса. Когда семья переехала в Якутию, Михаил уже не походил на вечно побежденного. Он стал весьма уверенным в себе бойцом. Он был несколько сдержан. Он начал заниматься в секции бокса. Достиг немалых результатов и даже стал кандидатом в мастера спорта, чемпионом Якутии по боксу в своем весе. У Миши было еще две сестры, поэтому после девятого класса, чтобы не сидеть на шее у родителей, он решил пойти работать. Начал учеником кладовщика на заводе, потом устроился слесарем автобазы и автоэлектриком. Параллельно учился в вечерней школе и мечтал поступить в институт, когда его призвали в армию. И оказалось, это его. Вот стремление проявить себя родило у него желание стать военным. Он поступил в Благовещенское танковое командное училище, которое дало ему хорошую военную подготовку. Здесь же, в Благовещенске, Михаил познакомился с будущей женой Валентиной. И на первом же свидании едва не осрамился. Папа занимался боксом, и он пригласил маму на соревнования. И он же, как мужчина, должен был хорошо выступить. Ринг стоял под стенкой, то есть была стена. Он не в центре стоял, а стена. И папа, когда уклонялся от удара, он ударился затылком и попал в такой нокдаун. И поплыл немножко. Но и как мама рассказывала, что он не мог, ему стыдно было, и он собрался, он выиграл бой. В 1965 году лейтенант Шатин оказался в группе советских войск в Германии. Туда попадали только лучшие из лучших. В качестве командира взвода в 1968 году Михаил участвовал в операции «Дунай». И тогда же впервые пережил гибель товарищей в так называемое мирное время. У населенного пункта Жандов, к северу от Праги, один из танков отстал от колонны. Чтобы догнать остальных, прибавили скорость. И вдруг на пути, на мосту оказались люди. Толпа пыталась перегородить дорогу. Командир экипажа, старшина Андреев, мгновенно приказал свернуть. Танк упал с обрыва. Трое членов экипажа погибли. Шатин не мог не думать, как бы он поступил в этой ситуации. Михаил Владимирович Шатин, конечно, был командиром от Бога. Он выделялся своей неординарностью. Тем, что для его положения, для его должности, у него было очень четко развито чувство ответственности. В Германии Шатин прослужил еще два года. Потом судьба снова забросила его на родной Дальний Восток. Он стал командиром учебного батальона. По признанию сослуживцев, лучшим комбатом Дальневосточного округа. В 1974 году Михаил поступил в военную академию имени Фрунзе. После ее окончания получил назначение в полк, который располагался в Харьковской области и считался одним из отстающих в Киевском военном округе. Мы служили в одной дивизии, я в штабе дивизии, а он был после Академии бронетанковых войск на должность командира 380-го полка. Михаилу Владимировичу пришлось, грубо говоря, разгребать это то, что там было. Предшественник Шатина был отправлен в отставку из-за низкого уровня воинской дисциплины в полку. Никто не верил, что новый командир, пусть и отличник Академии, изменит ситуацию. Но... Уже в 1979 году, в апреле, когда командующим армией поднимался по тревоге полк и с боевой стрельбой от арбатолия упражнений на поле воде, полк получил хорошую оценку. Однако в итоговых соревнованиях всех сухопутных войск округа полку Шатина победить не удалось. Михаил принимал это близко к сердцу, считал личной неудачей. С середины 70-х СССР оказывал военную помощь в борьбе за независимость бывшим колониям. В число которых входили Анголы, Ливия, Сирия, и его подчиненные в любой момент могли оказаться там, в гуще событий. Вернутся ли они домой, зависело от него. Шатина. В конце 1979 года, по просьбе афганского правительства, советские войска вошли в Афганистан. В стране разгоралась гражданская война. По данным внешней разведки СССР, многие государства-члены НАТО подогревали этот внутренний конфликт, помогая маджахедам оружием и деньгами. В итоге к власти могли прийти недружественные Советскому Союзу силы. Необходимо было обезопасить южные границы СССР. В июле 1979-го на аэродроме Баграм в Кандагаре высадилось первое воинское подразделение. Сначала предполагалось, что они проведут здесь несколько месяцев, но вскоре стало понятно. Советские войска в Афганистане надолго. И в марте 1980-го в Кандагар прибыл новый командир полка. Нам на одном из подстроений представили нового командира части Шатина Михайловича. Небольшого ростика, шустренький, бодренький. Говорит, теперь командовать буду я. На базе полка организовываются моцелковые бригады. Завоевать авторитет в бригаде Шатину удалось буквально за одну ночь. У страха, как известно, глаза велики. А часовые на постах так боялись нападения маджахедов, что не жалея патронов стреляли на любой шум или огни, которые появлялись поблизости. Во время такой беспорядочной перестрелки однажды был убит замкомандира эскадрильи из соседнего гарнизона. Едва стемнело, как Шатин завел БТР и выехал за территорию части. По его приказу бойцы направили на его БТР прожекторы. Так и сидел командир в лучах света до утра. Рассказывал о себе, травил анекдоты и делился последними новостями из Союза. За это время не раздалось ни одного выстрела ни с той, ни с другой стороны. Шатин понимал, насколько сложный и важный регион ему достался. Зона ответственности 70-й бригады – четыре крупные провинции. Кельмент, Немруз, Урузган и Кандагар. Город Кандагар – древняя столица Афганистана, которую, по легенде, основал Александр Македонский, был вторым по величине городом в стране. Это самый юг Афганистана. Это все караванные тропы с Пакистаном. То место, через которое шли пути доставки вооружений боевикам, пути наркотрафика. И все это надо было пресекать, надо было держать, как говорится, укрепрайон. Однако армия оказалась не готова к условиям службы в таком регионе. В первое время люди гибли не от пуль, а от брюшного тифа и гепатита А, попросту от желтухи. Однажды вышла из строя целая дивизия. Люди не могли отправляться на задание, госпиталь был переполнен. Шатин тогда тоже перенес тиф и едва выжил. Кандагар – это был адом. Летом в тенечке 60 градусов по Цельсию сверху, а на солнышке и того больше. Это отсутствие воды, это песок, пылевые бури. Когда днем задует афганец, и вот мне как связисту было важно, что на радиостанции между приемной и передающей антенной пыльная буря прошивает. Все, никакой связи. Вот, и мы пускались на разное ухищрение для того, чтобы эту связь поддерживать. Порой со штабом в Кабуле связи не было несколько часов, но комбриг относился к этому спокойно. Для Шатина гораздо важнее было, чтобы ни на минуту не прерывалась связь с группой, ушедшей на задание. Это и спасло колонну в сентябре 1981-го. Он слушал весь эфир. Он прослушивал, он сразу понял, в чем дело, оценил обстановку. Большая часть пути в Дихровод была пройдена. В этом селе боевики уже два месяца блокировали афганскую воинскую часть, в которой находился советский советник. Патроны у них давно кончились, заканчивались и продукты. Солдаты и местные жители буквально голодали. К тому же вернуться в Кандагар на базу колонны из двухсот машин не могла, но первое, что сделал Шатин, когда прилетел на место, дал команду на отход. Шатин вызвал нас всех, всех офицеров, кто был в головной походной заставе, выслушать. Как сейчас помню, возле командно-штабной машины мы собрались, все построились, он вышел. Мне понравилось его обращение. Ну что, братушки, получили? Давай разбираться. Шатин молча выслушал все отчеты и приказал отдыхать. Оставил только боевое охранение. На следующий день он начал готовить наступление, но выглядело это так, что душманы решили, батальон уходит. Вот в этом проявилась его хитрость. Он развернул часть колонны и отправил обратно, дав приказ отъехать километров на 10, на 15 и остановиться. И у душманов создало впечатление, что мы разворачиваемся и уходим. И уже через день они отвели часть своих сил с этого перевала. У Шатина была возможность улететь до решающего боя, но он остался со своими бойцами до конца. Обеспечил им поддержку артиллерии и штурмовой авиации. И батальон выполнил задачу. Уже через сутки оказался в дыхровате. Шурави, шурави только и слышно было. Я никогда не видел, чтобы люди с такой радостью встречали, афганцы встречали нас. Женщины, дети приносили, пытались лепешками угостить, приносили воду свежую родниковую напоить, потому что все были, мы сидели всю ночь на перевале без воды, без еды, без ничего вообще. Они знали, что мы с боем пробиваемся к ним. Они видели, слышали. В той сложнейшей спецоперации никто не погиб. А всех, кто шел в первом эшелоне, 18 бойцов и офицеров Шатин представил к награде. Он делался с тем, что более тщательно прорабатывались задачи для каждого подразделения. То есть танкисты прикрывают, пехота идет на наступление, артиллерии делают заградительный огонь и так далее. По такому порядку. Чтобы были минимальные потери в личном составе в случае боевых выходов. Но главное, Шатин стремился полностью исключить небоевые потери и для того жестко добивался соблюдения дисциплины. У нас наряд заснул, еще не было КПП, ничего не было. И наряд спал. Он ехал, там палатка была простая. Он вытащил кол и за ними бегал. А потом заставил вырыть капонир для БТР. Поставили БТР, вырыл. И через голову сразу дошло, что нельзя спать на посту. Ботовые условия бригады тоже не остались без внимания Шатина. До его появления солдаты спали в палатках прямо на земле, просыпаясь под толстым слоем песка со змеями или скорпионами на груди. Требовалось создание инженерных фортификационных сооружений, минных полей, направлений для ведения огня и так далее, окопов для техники, укрытия для людей, защищенного, это блиндажи и прочее. Надо отдать должное Михаил Владимировичу, что он настоял на этом. Вскоре на юге Афганистана не было племени, где не знали бы имя Кандагарского комбрига. Некоторые предпочитали уступать дорогу его отрядам, другие старались подружиться. Один за другим в расположение батальона потянулись подозрительные гости. Восточный ментальность, даже если ты знаешь, что пришел враг, ты все равно должен его принять. Восточному обычаю, здороваясь, уважительные отношения называешь, уважаемый мухтарам и так далее. Целуешься с ним, садись, чай ставишь, вот дастархан накрытый там, и понимаешь, вот он сидит, я понимаю, что он послан сюда бандой, чтобы провести там разведку, посмотреть, узнать там, потом доложить ситуацию. Ну, это местный колорит, здесь ничего не поделаешь. Местная дипломатия. О планах одноглазого Хасана, лидера радикальных исламистов, Шатин узнал слишком поздно. 2 марта 1981 года. А 4 марта боевики планировали напасть на Кандагар. Их насчитывалось до 10 тысяч человек. В бригаде около 3 тысяч. Командир понимал, силы слишком неравны. И тогда родился дерзкий план. Всем вождям племен в округе и губернатору объявили, что комбрига Шатина вызывают в Москву. Хотят перевезти в другое место. По такому случаю он устраивает прощальный ужин. И разослали приглашение. Мало кто верил, что подозрительный главарь маджахедов придет. Но Шатин просчитал все точно. Хасан не смог удержаться от искушения посмотреть в лицо тому, над кем он планировал завтра торжествовать. Хасан Аль-Рахим по прозвищу Бешеный или Одноглазый. Учился в Кабульском университете. В студенческие годы дрался на дуэли, тогда и потерял один глаз. Пользовался большой популярностью среди молодежи. Изучал русский язык. Отличался хитростью и вероломством по отношению к противникам. Вспыльчивостью и внезапной жестокостью по отношению к соратникам, с которыми нерегко расправлялся, подозревая в измене. О планах Хасана по захвату Кандагара Михаил Шатин получил информацию от агента, когда предпринимать что-то было уже поздно. Во главе басмаческой группы численностью около 10 тысяч человек Хасан стал лагерем вокруг города. Баджакеды прошли из Пакистана под видом кочевников Белоджи, к которым власти относились лояльно и беспрепятственно пропускали. На торжественный ужин в честь отъезда командира 70-й бригады на родину Хасан прибыл одним из последних. Русское угощение, щи, стушенка и водка очень понравились гостю. Постепенно он захмелел. Его охрана внимательно изучала расположение части. На прощание Хасану подарили автомат Калашникова и три ящика водки. Десантники проводили почетного гостя до самой палатки. Надо было точно знать ее расположение. Хасан пировал всю ночь, а на рассвете, когда он голову не мог оторвать от подушки, налетела советская авиация, которая начала методично уничтожать бандитов. Осенью 2017 года в столице Белоруссии, городе Минске, Кандагарская бригада, все, кто выжил в Афгане, собрались отметить годовщину создания родной бригады. Местом встречи однополчан стал остров мужества и скорби, который принято еще называть островом слез. Здесь установлен мемориал погибшим воинам-афганцам. В период, когда бригадой командовал Шатин, потерь в 70-е было меньше всего. Ботя. Еще? Шатин уехал от них накануне нового 1982 года. Получил новое назначение. На последнем построении, когда бригада прошла мимо него парадным шагом, распевая наш командир удалой, было заметно, что он едва сдерживает слезы. А ну-ка, шашки подвысь, мы все в боях родились. Нас крестила в походах шрапнель. Пеленала шинель, да шальная метель. Колыбельные песни нам пела. А ну-ка, шашки подвысь, мы все в боях родились. Мы в боях родились. Редко у нас попадаются командиры, которые такой продолжительный период находились в должности. Все командиры дивизии менялись через год. А ему довелось сначала с самой боевой бригады, самой многочисленной командовать, а потом еще и на севере наводить порядок. На севере Афганистана Шатин был назначен командиром 201-й мотострелковой дивизии. Крупнейшая в Среднеазиатском военном округе она была дополнительно увеличена в связи с боевыми действиями. О таком повышении любому офицеру можно было только мечтать, но в то же время для Михаила Шатина это означало еще один год войны. То, что потом его назначили командиром дивизии на север в Кундустан, на командиры 201-й дивизии, это было, конечно, явление достойное его повышения, потому что тот опыт, который он получил, практический опыт по руководству войсками, это было серьезно по тому моменту. Немногие офицеры имели такой опыт. Новоиспеченный комдив успешно применял опыт, полученный в Кандагаре. В апреле 1982 года началась серия операций по очистке городов от бандформирований. Они остались в истории как Ташкурганские, по названию первого из освобожденных городов. Именно тогда Шатин разработал и впервые применил тактику, которая принесла успех. Как только появлялись разведданные о больших группах душманов, маневренные группы блокировали основные районы города, а подразделения афганской армии прочесывали кварталы. Сопротивление подавляли артиллерия и авиация. Комдив 201 не забывал о своей фирменной отвлекающей маневре. Постоянно создавал видимость боя вдали от основной цели. Это позволяло застигнуть противника врасплох. Так были уничтожены 16 вооруженных отрядов оппозиции. Семеро главарей попали в плен. При этом комдив всегда стремился сам бывать на передовой. Пол носа-то оторвало осколком. У него же шрам на весь нос был. То есть ему осколком отлетел осколок и разрубил пол лица. И у него на весь нос полностью шрам собирали. Когда весной 1983-го Михаил возник на пороге своего дома, жена не сразу его узнала. Так сильно изменил лицо шрам. Но оказалось самой страшной раны генерал носил в сердце. Он разговаривал по ночам после Афганистана. У него даже были... Он кричал там первое время после того, как он вернулся домой. Мама говорила, я-то сам не слышал, но мама говорила, что он кричал. Причем он кричал, просыпался и понимал, что он уже не там, а что он дома. И успокаивался, спал. Шатин был в тот период невероятно счастлив. Хотел как можно больше времени проводить с близкими. Мечтал о наследнике. И его мечта сбылась. Со старшей сестрой у меня разница 18 лет, а со средней 14 лет. То есть меня мама родила вообще в 40 лет. Я поздний очень ребенок, но отец не терял надежды, что он будет сын. Он прям... Для него это был принципиальный вопрос. Мама ему говорила, слушай, ну а если третья девка... Попа сказал ей, ну если будет девка, значит буду любить девку. В то время Шатины жили в Калининграде, где глава семьи командовал 1-й гвардейской мотострелковой дивизией. В день рождения сына он едва не разбудил весь город. У него был друг в Калининграде. Я точно знаю, что он работал в администрации города. Они поехали в роддом. И несмотря на там те должности и позиции, которые у них были, в роддом их не пустили. Сказали, нам вообще все равно кто вы. Это роддом, вам здесь делать нечего. Но папа не растерялся, подогнал уазик. Мама была на втором этаже, и он ей с уазика с крыши подарил цветы. И увидел меня в первый раз. И с крыши уазика. Это был мирный и очень счастливый период жизни комдива Шатина. Но недолгий. В 1986 году произошла катастрофа на Чернобыльской атомной станции. Генерал Шатин стал одним из первых ликвидаторов последствий взрыва. В 30-километровой зоне работали больше 600 тысяч человек. Специалисты химзащиты, врачи, военные. Нужно было эвакуировать население, очистить территорию и захоронить разрушенный реактор. В 1988-м случилось страшное землетрясение в Армении. За полминуты была разрушена практически вся северная территория республики. Погибли почти 150 тысяч человек. Эпицентр пришелся на город Спитак. Он буквально на вторые сутки вылетел в Спитак и занимался опять-таки почти полгода там ритуальными мероприятиями, санэпидемиологическими. Там же тысячи человек погибших было. И приходилось во время этих раскопок видеть страшные картины гибели целых семей. Он говорил, что это страшнее было даже, чем в Афганистане. После выхода из операции мы не так переживали, как там каждый день, видя погибших и реакцию окружающих родственников на обнаруженные тела. Его опыт очень пригодился в этих горячих точках, потому что Михаил Владимирович имел большой жизненный и боевой опыт. Ему было под 50. Родился первый внук, и генерал задумывался об отставке. К тому времени семья перебралась в Днепропетровск, куда Шатина перевели в качестве первого заместителя командующего 6-й танковой армией. Шатин решил начать строить дачу. Соседи долго не могли поверить, что живут рядом с настоящим генералом. Над ним вспоминали, что это генерал, который не пользуется там своими регалиями и возможностями. То есть не было у него такого, чтобы он загнал роту солдат и строить. Не было такого. Он сам строил. Я лично видел, как он эти кирпичи выкладывал в этот гараж, он строил, заливал цементом, болтом, керамзитом. Я это помню, потому что я у меня заставлял руки везде свои, и оставляются отпечатки, следы, но ему хотелось. Он мечтал создавать, строить, закладывать основы для благополучия детей и внуков. А между тем большая страна, которой генерал служил всю свою жизнь, урухнула, раскололась на отдельные республики. От былой мощи, ради которой жертвовали жизнью в горячих точках бойцы Шатина, не осталось и следа. Он пережил это очень болезненно. Служить в украинской армии генерал не захотел. И в 1992 году просто вышел в отставку. В 1994, когда началась контртеррористическая операция в Чечне, Шатину позвонили из Москвы с предложением вернуться на службу. Но генерал отказался. Он психологически, наверное, не мог, потому что отец сказал, что он больше не может смотреть матерям убитых детей. К тому времени у Шатина родилась вторая внучка. И генерал, который всегда сожалел, что был далеко, когда его дочери взрослели, хотел как можно больше времени провести с этой малышкой. Неожиданно его начали мучить недомогание. Долгие годы у него не было возможности уделять внимание здоровью. И вот врачи поставили диагноз – язва 12-перстной кишки. Боевому офицеру казалось стыдным отказываться от шашлыка или просить детей приготовить кашу. Михаил Владимирович, как мужественный, решительный человек, в один момент своей жизни принял решение радикально избавиться от своих болячек оперативным путем. К сожалению, те изменения, которые произошли в его организме после Чернобыля, после Спитака, после Афганистана, наверное, требовали более тщательной подготовки и не такой решимости. В июле 1994-го Михаил Шатин лег в Днепропетровский военный госпиталь на плановую операцию. Ее проводили врачи, с которыми генерал дружил. Все были уверены в благополучном исходе. Однако операцию пришлось прервать. Состояние органов после ТИФа, перенесенного в Афганистане, и облучения радиации в Чернобыле было критическим. Я пришел к нему в реанимацию буквально в день смерти. Переговорили с ним. Пытался вселить в него надежду, уверенность в себе. А он лежал распластанный, брюшная полость открыта, и перетонит шел. Пытались восстановить возможности для того, чтобы завершить операцию, и не получалось. Он сказал, Олег, я чувствую, что ухожу уже. Что делать? Такова жизнь. У меня к тебе будет просьба. В тот день, 17 июля 1994 года, в Днепропетровске стояла такая жара, какой не помнили старики. И Михаил Шатин снова и снова возвращался мыслями в самую горячую точку своей жизни. В Кандагар. Друг понял его без лишних слов и выполнил последнюю просьбу. Последним желанием боевого генерала Михаила Шатина было мороженое. Когда-то в Кандагаре о нем можно было только мечтать. И ночами Шатину снился один и тот же сон, как он возвращается из школы домой, под ногами хрустит сибирский снег, а он ест мороженое. Однажды комбриг, словно в шутку, попросил друга привезти ему в общем холодильнике стаканчик из кемо. Просьбу исполнили. Михаил поехал встречать борт, но едва выехал за ворота части, как увидел толпу попрошаек и среди них девочку, чем-то похожую на его дочь. Комб подкатил к горлу. Всю дорогу к аэропорту Михаил Шатин думал о девочке, а когда наконец получил свой подарок с родины, вернулся к воротам и вручил ребенку тающее лакомство. Потому что настоящие мужчины всегда отдают лучшее детям. Это был тяжелый долгий бой Нас осталось двое на весь взвод Ох и туго было нам с тобой И хотелось жить, коль повезет Духи, суки, сколько же их здесь А запас гранат, конечно, мал Я не помню ход событий весь Только помню, как ты все кричал За пацанов За Серегу, Гольку, Саньку За пацанов За пацанов Бег, гадов, и держись, братан За пацанов Ща устроим духом баньку За пацанов За пацанов Ты орал, как будто в стельку пьян Вот и все, настал последний час Но вертушки наконец пришли И война закончилась для нас А мы все поверить не могли И потом в полете над землей Огибая склоны старых скал Мы сидели рядышком с тобой А ты как молитву повторял За пацанов За Серегу, Гольку, Саньку За пацанов За пацанов Я еще живой, держись, братан За пацанов Ща устроим духом баньку За пацанов Их не вернуть Что тебе еще, Афганистан Рано незаметною была Не увидел я, ты не сказал И хотя она была мала На моих руках ты умирал А потом на родину тюльпан И отец от горя посидел Третий тост и до краев стакан И я с комом в горле прохрепел За пацанов Что в бою погибли в встречном За пацанов За пацанов И тебя особо старшина За пацанов Что уже ушли навечно За пацанов Их не вернуть Провались ты пропадом Война